Лица с ограниченными возможностями здоровья в Славянском районе активно участвуют в спортивной жизни, для чего создаются все условия. В физкультурно-здоровительном бассейне «Дельфин» состоялся чемпионат Славянского района по плаванию среди слабовидящих. Плавание для многих людей с ограниченными возможностями здоровья – это просто находка. В воде, где человек чувствует себя несравнимо более легким, чем на суше, особенно полезно и комфортно заниматься лицам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Но и слабовидящие прекрасно себя чувствуют после плавания и охотно приходят в бассейн. Настроение хорошее. Пару дней назад я выступала в Новороссийске «Мир без границ» и заняла третье место. Дистанция была 50 метров, чем я очень горжусь, что я свой город, как всегда, не подвела. И сегодня тоже будет дистанция 50 метров. Мой стиль, мой вид. Надеюсь, что буду победителем. Лучший тренер прошлого года в Славянском районе Наталья Пивнева и в нынешнем работает в полную силу. Она точно знает, что занятия плаванием на деле укрепляют здоровье. Очень много внимания в Краснодарском крае, но в основном, конечно, лицам с поражением опорно-двигательного аппарата. Но плавание, оно полезно для всех, в том числе и для здоровых людей, потому что укрепляется мышечный корсет, нагрузка в воде, она на сердечно-сосудистую систему минимальная. Одновременно и массаж, ну и, соответственно, правильно сказали, поднятие настроения. И пусть еще не так много среди слабовидящих пловцов, уверенно себя чувствующих на водной дорожке, они все же есть, и их число растет. Эти соревнования являются отборочными для участия в чемпионате Краснодарского края по плаванию. Спортсменов немного, потому что взрослые, слабовидящие, ну, недавно начали заниматься, тяжеловато проплыть дистанцию 50 метров. Соревнования помогли выявить лучших в плавании, кто будет представлять наш район на состязаниях краевого уровня. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События».